Самопровозглашенный премьер Крыма Сергей Аксенов усматривает в известном западном празднике Хэллоуин опасность подрыва духовных скреп российского народа. Напомним, этот праздник широко отмечается на Западе и в отдельных странах Европы в ночь на 31 октября перед Днем Всех Святых. В то же время Сергей Аксенов публично протестует против участия крымчан в празднованиях. На своей странице в Фейсбуке он запретил оккупационному министерству образования проводить любые мероприятия по этому поводу. Это отвратительное маски-шоу противоречит духовным и культурным традициям народов России. С одной стороны, это безусловно коммерческий проект, а с другой – средство культурной колонизации и продвижения темной традиции Хэллоуина направлено на подрыв традиционных для нашей страны духовно-нравственных ценностей. В крымском Минобразе тут же отрапортовали – праздника не будет. Видимо, позабыв о том, что Хэллоуин в Крыму официально и тем более в учебных заведениях никогда и не праздновали. Мы глубоко уверены и мы, граждане Российской Федерации, прекрасно понимаем, что у нас есть свои традиции, есть свои праздники, которые можно широко, красиво отмечать как среди школьников, так и студентов. Понятно, что это коммерческий проект, понятно, что кому-то это надо, кто-то на этом зарабатывает деньги. Заявления Аксенова о запрете празднования Хэллоуина в Крыму дошли до Кремля. Пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову пришлось публично объясняться. Это не наш праздник, но, честно говоря, я бы не сказал, что этот вопрос обсуждается. Я не слышал о школах, где официально празднуется Хэллоуин. Крымчане же охотно рассуждают на тему предстоящего праздника, как его противники, так и сторонники. Ну, это не наш праздник, честно, не наш. Я понимаю, что молодежь стремится к чему-то новому, что-то постигнуть. Это же часть культуры. Это ворота немножко на другую сторону зла. Насколько я думаю, не нужно праздновать, потому что это не славянский праздник. Как бы у нас хватает своих праздников. Молодежь вообще, для чего это им надо? Просто, чтобы выпить. Все. Немало в Крыму и сторонников западного праздника. Завтра 31-е. Хэллоуин. Да, Хэллоуин. Слышал в том году на этот праздник, фанаты Таври разгоняли всех, так я помню. Я против этого, конечно, но праздник из праздника можно праздновать. Веселый праздник. Все дурачатся, бегают, пугают друг друга. У нас дети в подъезде все время этим занимаются. Мы это приветствуем. Да, я считаю, что нужно. Это весело, костюмы. Интересно, я думаю. Одну, как минимум, тыкву большую вырежу, мордочку и свечку внутрь поставлю. Это как все нам запрещает. Но, с одной стороны, у нас они и не сильно-то в ходу. Но я не сказала, что они сильно противоречат нашим традициям, то есть мешают. По различным данным, Хэллоуину не менее двух тысяч лет. Праздник имеет свои устоявшиеся традиции и атрибуты. Он популярен среди молодых людей, жаждущих веселья. В Украине и в постсоветских странах он празднуется по желанию граждан. В Крыму же после российской аннексии оккупационные власти празднование запрещают. Продолжение следует...